Всем привет, народ! Выбрались снова на рыбалку, на залив. Я уже где-то полторы недели, наверное, сюда не уезжал. Там был в небольшом отпуске. Сегодня мы с Лёхой вдвоём будем ловить щуку. Ну, сейчас осень. Водичка, кстати, уже подостыла. Потом я подключу и голод скажу, сколько градусов вода. Ну, деревья уже пожелтели. То есть сейчас, по крайней мере, уже видно, что осень. И похолодало уже, потому что тогда вода тёплая, бель кругом гуляет, деревья зелёные. Ну, тем не менее, да, что-то удавалось ловить. Посмотрим, как будет сегодня. Сегодня день по давлению, конечно, такой переломный. Сегодня в течение всего дня давление будет повышаться. Но обычно, как бы на рыбалке, никогда эти все правила не работают. То работают, то не работают. Поэтому будем просто рыбачить и в конце посмотрим, да, к чему это всё приведёт. Сегодня воскресенье, день выборов. Вот, на воде куча рыбаков. Ну, там вот спидингисты есть, есть кто бель ловит, даже как-то в отвес на зимние удочки, типа. Вот, ну, рыбаков хватает. На пирсе ещё много людей на бель. То есть люди есть, значит, наверное, есть рыба, если народ ездит на рыбалку. Поэтому будем надеяться на успех. Погода сегодня тихая, классная, солнышко, красота. На рыбалку сегодня взял удочку Fragman Z до 16 грамм в длине 2,46. Ну, уже видели, много рыбалок с этой удочкой. А, кстати, катушку тоже решил взять Fragman Onyx в трёхтысячном размере. Ну, из такой, в принципе, у меня сегодня простенький, народный комплект снастей. Вот удочка эта мне нравится, она по тесту мне хорошо подходит под эти условия. Ну, у меня там грузики, там, 12 грамм плюс приманка, например. Или там ратлины 20-граммовые я кидаю, но Z тоже с ними, в принципе, справляется. То есть 20 грамм он нормально забрасывает и тянет. Понятно, вот катушечку я сейчас начал делать первые обороты. Ход, конечно, не такой лёгенький, плавный, как у Фортрана, например. Ну, что-то мне захотелось взять эту катушечку сегодня, погонять, попробовать. В принципе, катушка нормальная, я ей летом много судаков перетягал, переловил. Она нормально себя чувствует. Вот, поэтому такое. Шнурок тоже флагман, дешёвый, там, за 140 гривен, поэтому он чуть-чуть, конечно, шумит, да. В отличие от восьми жилок там. Вот, тут бровка, цепляюсь за бровку. Сейчас в начале рыбалки мы чуть-чуть покрутимся. Тут он тоже на ямке, он, рыбаки есть. Вот, ну, мы по эхолоту ходим, смотрим по краю ямки. Он тут на яме, как и прежде, он куча белей есть на восьми метрах, на десяти. Вот, есть белая рыба, вот, поэтому где-то рядом с ней должны быть и хищники, которых мы сегодня постараемся найти и поймать. Ну, бель есть, бели хватает. Начал сегодняшнюю рыбалку с силикона. Ну, вот мы сейчас уже на второй постановке. На силикон Лёха кидает, и я кидаю на силикон. Пока не было ни тычка. Ну, и тоже тут у пары рыбаков спросили, что тоже говорят, пока тихо. Вот, сейчас поставил ратлин, потому что, ну, видели, да, у меня эти приманки неплохо себя показывали на каких-то рыбалках, что когда вот именно паршивый клёв щуки, что она неактивна, именно ратлин своей шумящей игрой позволял разбудить аппетит щуки и спровоцировать её на поклёвку. Хотел я в силикон поупираться, но, я же говорю, надо, главное на рыбалке результаты поймать любой ценой. Поэтому попробую вот ратлины покидать. Вот, друзья, поклёвочка. Есть поклёвочка. Щучка, блин, сейчас свечка будет делать. Или не будет. Лёха на подсаке. У нас уже, кстати, это, ну, не первая поклёвка, просто, что ничего интересного не было. То особо камеру и не включали. Ух ты! Красавица, красавица. Видели? Ха-ха-ха-ха, какая движуха. Ну, смотрите, первая щучка и такая приятного размера. Вот. Фух, отлично. Начало есть. Первая рыба на сегодняшней рыбалке вот поймана. Прошло у нас уже больше двух часов рыбалки. И за этот период на яме вообще у нас ни тычка не было. Тут с Лёхой мы заработали по поклёвке. У Лёхи на воблер был тычок, но он тоже протянул пару метров. У меня на джихе, кстати, на равномерной фазе проводки, именно не на падении, а тоже так, ну, очень жадная, размашистая поклёвка была. И всё. Мы решили тут дальше остаться, потому что хоть как-то за рыбу, типа, зацепились. И вот тоже, кстати, со второго раза щука добрала. Раз на равномерке, тюк, приманка упала, ничего нет. Я опять поднимаю приманку и на падении, бух, скушало. Ну, первая щучка, вот так вот. Пока рыбалка трудовая, но рыбка есть, да, хорошенькая. Он там прыгает в подсаке. Это круто. Щучка брызгается. Кстати, выпала приманка в подсаке уже, хотя, ну, сидела так на двойнике достаточно жадно. Вот поводок погнуло. Вот, смотрите, вот так вот. Такой вот силикончик. Вестин, 9 сантиметров, шедик. Ну, уже я ловил на эти приманки, да, сами видели, поклёвки были. Она как бы так прикольно, вальяжненько играет. Вот перед этим на фэт у меня поклёвка была. Сейчас вот на такой силикон поймал на красной чебурахе с красным двойником. Ну, это всё фигня, конечно. Главное, приманка, что она так играет. Сейчас поводок, не знаю. Постараюсь выпрямить. Или под замену уже, потому что поводки должны быть ровные. Вот такая, друзья, у нас первая щучка. Ну, за кило приятная рыбка. Видно, она питается. С таким пузо, кстати, нажрала себе. Ага, она даже какая-то тут рыба есть. Твёрдая, чувствуется. Вот, ну, первая рыбка приятна. В конце октября это круто. Ставьте лайки. Вначале рыбалки мы пробовали становиться по рельефу, ну, там, вокруг ямки. Где-то по остановке 4 мы, наверное, сменили. И, там, недели две назад, когда я там ловил, то, в принципе, сразу в начале рыбалки, если рыба там была, то она клевала. Сегодня у нас ни одного тычка, ни на ратли, ни на что не было. И мы решили пойти на такие широкие поливы. Ну, тут глубина где-то от полтора до двух с половиной метров. Но тут уже привязки к рельефу какой-то нету. Просто мы так переставляемся хаотично. И тут как раз вот у нас и были поклевки. Видно, вода уже остыла. 13,5 градусов сегодня вода. Еще, конечно, не щучья, да, температура. Щука нормально ловится, когда уже ниже 12 градусов. Вот, но можно сказать, что щука уже начинает гулять, ходить по водоему. Даже двигается по этим поливам. И, в принципе, мы решили так, что это как раз активная щука, которая перемещается. Вот, у нас сегодня и клевало. Вот, и сейчас мы пока, пока так, еще, не знаю, часик-полтора уделим время такой рыбалке. По поливам, просто по площадям, вот так переставляемся. Но нам как бы, мы особо никуда не спешим. И поехали сегодня часов в 11 только на рыбалку. Вот, но до вечера будем. Сейчас перевели часы, перевели время. А то теперь на час темнеть раньше будет. Это, конечно, не очень хорошо. Но надо просто раньше выезжать теперь на рыбалку. Вот, поэтому будем пока перемещаться по площадям и все облавливать так. А там посмотрим. Леха ловит на воблеры, да? Да. Периодически, чередуя с джигом. Вот, но пока на воблер. Леха-поклевка была на паузе. Вот, ну, тут до двух метров глубина позволяет всякие минохи твичить. Вот, я упираюсь в джиг. Как бы на ямки я ратлины кидал, потому что там их поглубже. Тут тоже можно как бы их ловить. Но я хочу на силикон рыбачить. В принципе, на силикон у меня как раз и поклевки были. Поэтому продолжаю тему силикона. Рыбаки, кстати, все разъехались. То есть, с утра было много лодок. Сейчас мы только вышли, там через час, как раз в обеденное время, все поуезжали, повозвращались. Домой. Ну, наверное, не клевало, если так все поуходили. Я думаю, если был бы активный клев, так бы в обед никто бы не уезжал домой. Вот, а мы так, чисто на день и на вечер. Вечером, конечно, никогда, пока я в этом году не попадал на какой-то выход, на клев. Но когда-то, возможно, он начнется. Что именно вечером на закате щука будет клевать. Потому что по прошлым годам была такая тема, что вот вечером в сумерках проклевывала щучка. Только что, народ, была еще одна поклевка у меня. И что интересно, опять вот на равномерной фазе. Вот приманка вот поднимается и тык, такой тычок. Не как обычно на падении, там. Вот, как вот сейчас, да, приманка падает. А вот именно вот раз, два и тык сразу, вот, именно в верх, в верхней фазе. Вот. И, кстати, все, вот у меня поклевки сегодня все такие. Вот. Какой-то тычочек был. На фетик такой, да. Поводок я не менял, оставил тот, что был, короче. Может, что еще рановато. Ну, как, типа, кажется, что пора, но я же этот залив знаю, то тут рановато еще. Да и вода уже, 13 градусов. То она так, типа, что-то уже начинает гулять, тыкает, интересуется. Но так, что по полной, да, то не жрет еще нормально. Так, народ, Леха перешел на другую рыбалку. Щуки не клюют, поэтому он поставил волкер. И мучает маленьких окунчиков. Трошки чего помучает. Ну, на волкер. Ну, на волкер. Тут он какая-то мелочь, типа, сверху гуляет. Вот. Ну, так, на камеру, наверное, не видно будет. Там метров 30-40 от лодки. Это Леха волкер кидает. Тут чуть-чуть порыбачили, побаловались. Леха там пару окуней поймал, короче. Вот. Ну, поедем теперь на канавку, попробуем. Посмотрим. Я эхолот включил. Посмотрим, что там есть. Бель нету. Ну, и тоже по свалу попробуем покидать. Потому что такое. Сегодня, видите, день вообще тихий. С утра хоть ветерок был. Сейчас он гладь абсолютная. Такой штиль. То понятно. Может, оно щуку тоже придавило. Как-то. Вот. Вот такой он бугорок есть. С двух на полтора метра. Но нас это не интересует. Там дальше есть канава фарватерная. И мы будем уже становиться потом по ней. Щука, друзья, не клюет. Поэтому у меня есть тут секретный ход. Для ловли щуки. Это шавуха. Это даже так и написано. Шавуха. Шаверма. Шавермочка. Переястровская шавуха. Напротив автовокзала. Берем. Она, правда, уже холодная, к сожалению. Но. Может быть, я сейчас поем. И получится. Ну, говори щуку потом. У нее тоже проснется аппетит. И она захочет есть. Леха свою с утра съел. Вот. А я буду сейчас. Уже пол третьего. Как раз время обеда. Ох ты. Вот это поклевочка. Только что была. Ох он. Наверх щука пошла. Так, сейчас палку вниз. Смотрите, подкрепился. Сел шавушечку. Вот. И тут на свадь. Ну, вроде, не знаю. Вроде щука небольшая. Вот. Это что. Блин. Вот это сход. Охренит. Хорошая щука была. И сошла. Ну, тут он прямо перед лодкой. Короче. Да, я думаю, даже на камеру было видно. Она уже поднялась такая. Башкой, короче, мотнула. И все. И сошла. Блин, хорошая же была щука. Ну, как раз на свале тут встали. Она вверху свала, блин, и взяла. И поклевка шикарная была. Но. Видите. Там уже я попустил тут. Ну, хрен его знает. Просто сошла. Короче, рыба. Печально, печально, блин. Потому что поклевок мало. И щучка приятная была. Да, Леха? Ты видел щуку? Да. Хорошая была. И исход обидный. Видно, слабо просто засеклась где-то за краешек. Эх. Печаль, печаль, конечно. Блин. А я уже так думаю, ух. Ну, бывает. Опа, охренеть. Фу-ху-ху. Друзья, еще есть поклевочка. Фу. Ого, такая. Боевая подруга. Тоже наверху. На свале, блин. Наверху свала. Поклевочка. Жесть. Ну, так она схватила. Интересно. И тоже на самом-самом верху. Так, сейчас я, наверное, уже не буду. Так сопротивляется. Нормально. Сейчас она тут под лодкой трехи. Леха, красава, страхует меня. Ух, и рыбка. Рыбка есть. Та-та-та тоже нормально вроде сидела. Вот, но сошла. Ну, так, на ровном месте. Там, как бы, я расслабился, типа, наблюдал, да. На камеру там что-то рассказывал про действие шаурмы. Действие шаурмы на клев в щуке. Вот, и сошла, ну. Потому что вываживать тоже надо, типа, осторожненько. А тут уже я все делал, ну, так, в натяжечку тянул, тянул. Особо не попускал. Сначала палку вниз, чтобы она свечку не сделала, потому что там полтора метра глубины. Вот, ну, хорошая, смотрите. Приятная такая рыбулечка. Вот. Красавица. Сейчас будем распутывать ее тут приманку, силиконки. Сейчас. Так вот возьму, покажу сразу. Вот. Приманочка такая. Тоже засеклась вот на один крючок двойника. За верхнюю челюсть. Вот, смотрите, сразу приманка вывалилась просто. Вот. Такой вестинг натуралочки. На десяти граммах уже. Ну, и стальной погнутый поводок. Вот. И такая рыбка. Приятная тоже такая. За полторашечку, я думаю. Тоже жирная такая, видно, наеденная. Отличная. Отличная. Есть. Фух. Потому что я... Та меня расстроила, конечно, что сошла. Но это уже дома. Класс. Так, выровняем сейчас поводок после поклёвочки. Такая приманка, шеддик. Девять сантиметров. Мне уже кажется, что она, наверное, реально мелковатая. Для осенней щуки. Кажется, там есть по четырнадцать сантиметров. Наверное, придётся заказывать. Вот. Потому что, ну... Прибанка прикольная. Играет хорошо. Она начинает там... Ну, на лёгких весах тоже играет. Там вот на пяти, на семи, на десяти граммах я ловлю. То отлично. На двойнике, ну, видите, какая-то рыба засекается. Какая-то сходит. При том погода, смотрите, какая, да. Вообще. Абсолютный штиль. Вот. Но всё-таки удаётся как-то нам провоцировать щук. На поклёвке. И тут вот, видите, две щуки стояли как раз чётко на рельефе. Именно на свале, наверху свала. Там где-то метра полтора глубина. И там вот как раз он начинается. Свал там с полтора метра на три с половиной. И вот где-то там вот как раз на самом-самом краёчку они стоят и караулят по реманке. Обловили мы тут этот свальчик. Ну, такое, видите, пару поклёвок было. Но для сегодняшнего дня это и то результат. Сейчас поедем туда по поливчикам. Попробуем походить по мелководьям. Ну, там два метра глубины. Там сегодня клевало. У нас поклёвки были. Щука нажатая вся. То есть все пойманные такие, толстые. Видно, пузо забитые у них. У щук. То есть она, видно, вчера жировала как раз. Вот, наелась. Сегодня уже так активно клевать не хочет. Вот тут он трава начинается. Ну, она там метр сорок глубина. То понятно, что тут ещё остатки травы есть. Пойдём сейчас дальше. И попробуем ещё что-то выманить из-под травки. На мелководье я меняю приманку. Ну, понятно, ставлю грузик поменьше. У меня что-то мелких чебурах уже не осталось. Нормальных приходится ставить на всякие такие утюжки. Ну, функция груза. Главное, чтобы просто он тянул приманку вниз на дно. Это, я думаю, оно не должно как-то сильно влиять. Потому что рыба что-то ведётся именно на игру приманки. Вот. Сейчас попробуем тут половить. То я там 10 грамм кидал. Сейчас у меня тут грузик 7 грамм. Можно 6 ставить, как я кидал перед этим. Вот. Ну, в принципе, вести, но на силикон такой и прочный, но достаточно эластичный. То есть на таких небольших висах он играет нормально. Ну, мне нравится. То есть под лодкой всегда я ставлю груз, смотрю, там играет, триманка не играет. Оно же сразу видно. Вот. И тогда уже ловим. Ловим. Ну, сегодня вот как раз он по такой погоде, да, в принципе, и щука клевала. У меня на феты там поклёвки какие-то были, тычочки тоже. Ну, а вот ловится вот на такой силикон. Я же говорю, надо будет ещё покрупнее взять размер и тоже проводить его там более равномерно. Там на 4, на 5 оборотов катушки. Сейчас я смотрю, это выходит в тренды. Такая ловля щуки на крупный силикон на равномерные проводки. Это тоже можно так проводить. Ну, тут как бы игра не такая. Там у большого силикона и роллинг свой есть, он по-другому играет. Поэтому там и смысл проводки другой. Вот. А на этот, на этот так. У меня более джиговая проводка. Просто можно его так более высоко поднимать за счёт большего количества оборотов катушки. Есть ещё поклёвочка. Класс. Ого, ничего себе, тоже щучка. Так, башкой там трясёт, пилипает. Сейчас я палочку опущу в воду. Вот, ну чувствуюсь. Ого! Ха-ха-ха-ха! Свечку сделала, видели? Класс, по красоте. Блин, я вроде так её... Опа-на, Лёха, давай, здесь тут она. О! Фу-ху-ху-ху-ху! Блин, я уже думал, что... Думал, что уже всё. Ха-ха-ха! Смотрите, какая такая красоточка! Жирненькая такая, толстенькая. Ха-ха! Прикол, прикол! Смотрите, уже солнце село в сумерки. Ну, я же говорил, мы будем упираться до последнего. Вот, Z сегодня мне просто приносит удачу. Это моя, ну, уже старая палка, наверное, из флагмановских. Самая первая, самая старая палка. Вот, но я его беру, потому что на него иногда просто везёт. Не клюёт, но иногда он как-то так вот... Обстоятельства складываются, что везёт ловить рыбу. И вот, пожалуйста. Тоже очень аккуратная поклёвочка. Сейчас уже, ну, вечер, там караси прыгают. Уже на воде штиль, рыбаков нету. И вот, ещё одну щучку удалось уговорить. Она даже свечку сделала. Прикольно, так вообще, по красоте. Сейчас будем освобождать. Приманочка та же. Мой вестин. Так, кстати, тот же на красной чебурашке ещё был. Сейчас её освобожу. Вот, ну, прикольно. Размерчик такой сегодня хорошие размерчики клюют. Потому что на яме там всё-таки средний размер был помельче, когда я ловил. А тут, видите, уже осенняя щука покрупнее просыпается и начинает кушать. Фух. Освободил приманку, достал. Вот такая небольшая приманочка. Вот сегодня уже принесла, блин, вторую рыбу. Такая обычная натуралка, коричневая спинка. Вот. На красной чебурашке. Вот. Видишь приманки с красной головой. Может, это как-то тоже влияет. Ну, честно, я думаю, вряд ли. Я просто других не было у меня уже дома. Шестиграммовая чебурашка. Вот. И такая вот щучка. Красоточка. Класс. Такой окрас у неё осенний. Крутой. Обалденная рыба. Супер. Ну. Могла бы быть четвёртая, если бы одна не сошла. Ну, и так. Лёха сегодня щучьих поклёвок, а на воблер одна была у Лёх. Вот. Ну. Всё такое дело. На заливе тут трудно ловить рыбу. Ну. Все у меня рыбалки. Пока, что в этом году, все тут были трудовые. Ну, по щуке. По окуню. Да по окуню тоже. Вот. Ну. Красоточка. Красоточка. Класс. Щучка такая. Обалденная. Ну, вот есть ещё поклёвка. Охренеть. Что, сошла? Да, блин. Чёрт. Вот это трындец. А сошла она, потому что разогнулся тройник. А тройник разогнулся, потому что я затянул фрикцион. Я так понял, что зачётно. Хорошая была щука, капец. Смотрите, народ. Жесть. Ну, народ. Щука была охрененная. Это, я думаю, вы трошки, наверное, увидели. Кусочек вываживания. Она у меня просто спиннинг с рук выдирала. Ну, я же говорю, или, может, я поздно уже раздуплился, блин. Фрикцион послабил. Короче, хрен его знает. Блин. Нарадлин поклёвка, друзья. И просто разогнула тройник. Ну, хорошая была по-любому. Это явно там не полторушка какая-то. Она даже два крючка разогнула. Видно, на задние крючки клюнула. И смотрите, ещё одна поклёвка. Уже по-тёмному, ну, практически. Уже луна светит. Солнце давно село. А мы встали на ямке, короче. Ну, на обратном пути тоже. Лёха говорит, давай ещё встанем. Блин, ещё, ну, блин. Это опять печаль. Потому что щука просто вырывала у меня спиннинг с рук. И как-то так вот. Мегабасовские тройники, конечно, да. Ну, это такое уже дело. Что он разогнулся. Ну, так, значит, надо было. Потому что бывает щуку там достаёшь. Короче, я не знаю. Ну, охрененная щука была. Рыба была чёткая по-любому. Не скажу там, что супер какой-то монстр. Крокодил неподъёмный. Но я думаю, что-то там было достойное. Угадывать, придумывать не буду. Вот, уже как бы потемнело. Я решил шумящее, да, поставить. Поклёвка тоже на свале, под лодкой. Сегодня, видите, два, блин, схода. Обидных, капец. Одна щука на джих взяла. Ну, прямо перед лодкой я её уже видел. Засмотрелся на её, на брык. И всё шла. И сейчас вот ещё один сход. Тоже какая-то хорошая рыба. Ну, просто вырывала спидинг с рук. Я не знаю, может, я поздно фрикцион уже послабил. Потому что сейчас, после предыдущей поимки, я же сначала его послабил, потом подзатянул. Видно, перетянул. И сейчас она вот прям под лодкой так бух-бух-бух давала, короче. И разогнула тройник, разогнула крючок. Ну, понятно, тут и тройники, конечно, да, не самые мощные. Ну, видно, для баланса приманки. Плюс, а, кстати, задний тройничок тут потоньше, чем передний. Да, это уже не первый раз, что у меня на этом, я же показывал видосах, да, что щуки на задний тройник засекаются и подразгибают его. Ну, менять тройник я не буду, да, пусть, я думаю, он влияет на баланс приманки тоже. Фрикцион, короче, не послабил вовремя, но оно так все быстро произошло. Разогнула рыбокрючок и пошла. И самое интересное, поклевка уже по-темному. Перед этим была в сумерках уже поклевка. И сейчас тоже вот поклевка уже в темноте. Поклевка произошла просто под лодкой, ну, мы на горбу стали, и как раз на горбу щуки и клюют, блин, что. Там, не знаю, 5 метров от лодки. И если бы на дальнике она клюнула, у меня было просто больше времени, да, там подумать и ослабить фрикцион. Я уже, грубо говоря, его ослабил как раз в тот момент, когда щука уже сошла. Ну что, друзья, уже потемнело. Включил подсветку на эхолоте записать видео. Такая сегодня рыбалка, видите, сейчас уже 5 часов, все, темно. Из-за перевода времени, это, конечно, подстава для рыбаков. Ну, придется теперь просто пораньше просыпаться и пораньше ловить. Хотя мы с Лехой в 11 выехали, там в 12, наверное, были на воде. В принципе, поклевок видели. Ну, поклевок было очень мало, но на протяжении дня, там, одна поклевка в час, можно сказать, была. Если так растянуть, там, 6 часов рыбалки, то примерно так оно и было, там. Несколько щук поймал. Два схода обидных было. Потому что и та я видел, что прикольная щука под лодкой сошла. На Ратлин вообще тоже крутая была. Разогнула, блин, крючки. Давно такого не было. И вот опять. Вот так что такое. Кстати, по силикону видели, да, на что я сегодня ловил. Сработали у меня. Ловил я много, на что, да, и на феты четверки ловил. Ратлины днем кидал на ямке и вечером тоже решил покидать. Ну, такое вот. А то, что именно ловит рыбу, и, ну, щука нормально зажирала, как раз вот такие вот приманочки. Вестин Шет Тис 9 сантиметров. Буду по-любому заказывать себе еще 14 сантиметров. Потому что, ну, эти, я смотрю, так они что-то маловаты. И на такой, на равномерочке хочется что-то такое крупное потягать. Так что буду еще увеличивать размер приманок. Вон, кстати, рыба. Видно под нами, под лодкой какая-то есть. Ну, 4 метра. Край ямки там много белых. Вон, смотрите, 13,4 градуса температура воды. Так что еще тепленькая достаточно. Руки мыл, то не ледяная. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комменты, как вам такая рыбалка. Сегодня ловля щуки на джиг. Все щуки пойманы на силикон. Вот, ратлины тоже работают. Но это не панацея. Все-таки классический джиг в моем понимании рулит. Бывают какие-то темы выстреливают. Ну, и сегодня Леха целый день кидал много разных приманок. Кидал блесны, вертушки, воблеры, ну, силикон. И особо ничего не выстрелило. Ну, у меня просто уже есть свои наработки. Вот, поэтому как-то так, да, хоть чуть-чуть получилось что-то поймать. Ну, все, народ, всем пока и до встречи на воде. Субтитры сделал DimaTorzok